На повестке дня 4-го заседания Совета депутатов городского округа Щелкова ряд актуальных тем. Одна из них – утверждение порядка предоставления служебного жилья из муниципального фонда. Служебное жилье или специализированный фонд, который выделяется для того, чтобы обеспечить услугами все население. То есть это не какую-то группу людей мы обеспечим, а ради населения всего района выделяется служебное или специализированное жилье, а в общей очереди это несколько другое. Сегодня мы рассмотрели вопросы, касающиеся жилищного фонда и внесли изменения в решение Совета депутатов. Также на повестке дня вопрос передачи на баланс Московской области имущества округа, а именно ряда электросетевых объектов, электроподстанции, уличного освещения. Большинство депутатов поддержало решение. Тем самым мы, естественно, снимаем время содержания данного имущества, и в этом положительная тенденция. И, естественно, далее будем отслеживать, как будет осуществляться по эксплуатации данного имущества. Депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты городского округа Щелково, которая проверила использование средств бюджета, направленных на организацию питания в ряде образовательных учреждений. На сегодняшний день услуги по питанию оказываются тремя комбинатами, выигравшими тендеры на их предоставление. Проверка осуществлялась за период с 2018 года по настоящее время. За несколько месяцев были проверены более 30 учреждений. Был выявлен ряд нарушений. Это касалось непосредственно качества питания, это касалось непосредственно самой процедуры организации питания, также это касалось непосредственно самой конкурсной документации. Не предусмотрено было осуществление компенсации комбинатами питания, и вот теми компаниями, которые выигрывали конкурсные процедуры, непосредственно коммунальные услуги они не возмещали. Решение депутатов принять отчет контрольно-счетной палаты относительно этого вопроса, а также рекомендовать администрации предоставить информацию по устранению выявленных замечаний и нарушений. Также во время заседания рассмотрели ряд вопросов о местном самоуправлении. Анна Бальет, Сергей Максимов, Валерий Жегле, Щелковское телевидение.